Добрый день! Вы видите на заднем фоне какие-то пирамидальные объекты и коробочку от компании Чи. То есть в ней очевидно тоже что-то пирамидальное. На коробочке мы видим изображение пирамидки, в которой что-то внутри есть. Производится в черном пластике, в цветном пластике. И написано сверху Justin Epplet. А это, как видимо, дизайнер, который совместно с компанией Чи создал вот эту вот удивительную вещь. Ну, здесь Мацфолк. Ничего нового. Поэтому сразу открываем. Это была достаточно ожидаемая головоломка. Ее обширно пиарили. Показали всякие удивительные видеоролики, где летит мастерморфикс, пираморфикс. Внутрь там что-то такое попадает и получается вот это чудо. Вот это видео. Летит, летит, летит. Попало. И вот что получилось. Я специально взял головоломку в черном пластике, хотя была возможность и приобрести в цветном. Понятно, что здесь функционал невелик. И собирать ее сильно часто, сильно много никто не будет. И наклейки здесь достаточно крупные, чтобы они быстро отваливались. В таком виде головоломка более презентабельная. Логотипчик Джастин. Мафанги. И как-то крутится. Есть инструкция. На удивление, есть инструкция. И тут что-то много всего написано. Очень похоже, что написано всякая чушь. Но особо вникать не хочется. Давайте лучше, ближе к сути. Что же это такое? Когда я видел этот промо-ролик с летящим мастерморфиксом в пираморфикс, я прям предвкушал что-то интересное. Но на деле это пирамидка. Обычная пирамидка. То есть она даже не крутится как пираморфикс. То есть никаких вот таких вот движений здесь нет. Она не крутится как мастерморфикс. По сути одинаковые головоломки. Не крутится. Все вот это больше дизайнерские решения, бутафория и не более того. По сути, что это такое? Это пирамидка, у которой не вращаются уголки, но есть центры. А если гораздо сильнее присмотреться, то это Дуо Пираминкс. Да, пирамидка называется Дуома Куб. Хотя это не Куб, а пирамидка. Есть вот Дуо Пираминкс. Компания Меферт. И, кстати, вот компания Мой сейчас в коллаборации с Мефертом выпускает вот такой. И давайте посмотрим. Сходство-то очевидно. Это, по сути, пирамидка, у которой нет ребер, но есть центры. Пирамидка без ребер, это, по сути, надо развернуть уголки. То есть, если ребра убрать, остается разворот уголков. А если и уголки не двигаются, то получается пирамидка, ну, как бы, 2 на 2. Не путать с пираморфиксом 2 на 2. Пирамидка 2 на 2 – это бестолковая головоломка, которую даже не перемешать. Поэтому в Дуо Пираминксе появились центры, которые перемешиваются. И здесь любая ситуация, как только привести головоломку с правильно стоящими уголками, любая ситуация решается в один пиф-паф. То есть, мы видим, что зеленый надо поставить вот сюда. Значит, ставим. Ставим соседний. И возвращаем оба хода. Это, понятное дело, не мефферт. Какая-то палатка. И все решилось. Ну, предварительно нужно расставить вот эти уголки по своим местам. А уже потом расставлять центры. Что здесь? Здесь мы видим весь тот же самый механизм, как у Дуо Пираминкса. То же самое. Но, если мы повернем вот здесь вот так. И здесь повернем вот так. Что мы видим? У Дуо Пираминкса здесь кусочек черного пластика. Здесь же у Дуо Кусочек черного пластика, но с двумя наклейками. И вот эти вот две наклейки моделируют ребра на этой пирамидке. И что же получается? Это простая пирамидка, у которой есть центры. И тут больше нам придет на помощь пирамидка 4D4. Если в Дуо Пирамидке любая ситуация с центрами решается в один пиф-паф, то здесь или три пиф-пафа, или специальный алгоритм. Вот так выглядит перестановка центров на пирамидке 4х4. И, соответственно, аналогично будет выглядеть перестановка центров на Дуо Кубе. Давайте перемешаем и соберем это разочарование. Вместе с тем, я не хочу сказать, что это плохая головоломка. Просто не особо интересная. Долго не раскрывали функционал, как это будет вращаться. Были теории, что это действительно мастер-морфикс в пираморфиксе. Или хотя бы в пирамидке 2х2. Но в итоге это обычная пирамидка и ничего тут интересного нет. Ну вот, перемешали пирамидку и давайте собирать. Метод для начинающей нам в помощь, ну, послойный. Ставим три угла на место. Ну, начнем с красного. И ставим сюда ребра. Видим желто-красное ребро. Подвигаем. Здесь еще неудобно делать все фингер-рестрики, к которым мы привыкли на обычной пирамидке. Вот это ребро, чтобы поставить сюда. Ну, просто его вот так вот в три хода загоняем. Синий, красный ребрышко. Загоняем аналогично сюда. Ну, зеленый. Для начала извлечем. И потом поставим. Вот у нас первый слой собран. Доворачиваем вверх. Смотрим, какая здесь ситуация. Особо не размышляя. Решаем. Ну, послойный метод по пирамидке. Им всего пять ситуаций. Это была одна из них. И вот мы приходим к перестановке центров. То есть пирамидка собрана. То есть все, что мы сделали сейчас, это то же самое, что делается на обычной пирамидке. За исключением сборки вот этих уголков. То есть если вы умеете собирать обычную пирамидку, до этого этапа вы соберете. А что делать дальше? Я сделал несколько сборок на дулома. И ситуации, кроме как такая, больше нет. То есть либо у вас центры сразу правильно соберутся, либо вам нужно сделать три пиф-пафа. Видим, что синий и зеленый нужно поменять местами. И здесь красный и желтый нужно поменять местами. То есть это такая ситуация, как на пирамидке 4х4. Так и так. Берем центры, которые нужно поменять местами, перед собой и снизу. Ну, либо два сзади. То есть вот эти меняются и вот эти меняются. На пирамидке 4х4 мы делали три пиф-пафа. И все решалось. Соответственно, здесь поступим так же. Вот эти два центра нужно поменять перед собой и снизу. Делаем три пиф-пафа. И все. Головоломка достаточно шумная. Но идет какая-то фиксация. Ну, за счет конструктивных особенностей. В паз встает. На пирамидке 4х4 еще возможна ситуация, где нужно переставлять три центра. Один на месте, три нужно переставить. На дома такая ситуация, в принципе, невозможна, поскольку нельзя отдельно покрутить в средний слой. Если мы его вращаем, то вращаем вот так вот. Все вместе с вершинкой. Ну, то есть для расстановки центров только одна ситуация. Если честно, визуально головоломка, конечно, неплоха. Но если сравнивать с другими экспонатами от ЧИИ, что-то как-то она выглядит попроще. Где-то здесь чуть кривовато наклеены стикеры. Ну, как-то вот небольшое разочарование. Кому это можно посоветовать? Ну, либо коллекционерам, которым интересны все головоломки. Либо совсем новичкам, которые хотят себя немножко развлечь. В принципе, если не знать о существовании пирамидки 4х4, то ситуация с центрами, возможно, у кого-то вызовет трудности. Ну, до тех пор, пока они не найдут какую-нибудь обучалку и какое-то любое видео про Дуума. В принципе, каждый, наверное, это показал. Головоломка не особо интересная, не особо красивая, не особо качественная. Но, возможно, это просто были чрезмерные ожидания. Соответственно, неграмотная пиар-компания от ЧИИ привела к тому, что я оказался разочарован. Возможно, мое видео кому-то поможет не совершить ту же ошибку. В принципе, когда я уже это купил, я уже понял, что это такое. Но я же коллекционер, и оно здесь. Будет стоять, буду время от времени собирать. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok